Пресс-подход, пресс-зона Субтитры создавал DimaTorzok Пресс-подход, пресс-подход, пресс-подход 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 Обычный администратор это давал А это Ольга Это молодые приятные Как вы будете участвовать? Становительный кафе velcro Субтитры создавал DimaTorzok В snelare Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Здесь на презентации очень хорошей книги, которая, надеюсь, вам понравится. Что можно сказать в двух словах о книге? Фоткай его. Значит, да, я пытался в ней рассказать всю свою жизнь, которая у меня была до сегодняшнего дня. Все события, которые со мной происходили, как спортивного характера, так и личного, это все здесь описано. Так, что еще можно сказать, мой любимый писатель, ну, сейчас так сложно сказать, я уже говорил, что мне очень нравится то, как пишет Левскоп, то, как языком, опять же, говоря о русском языке, то, какими языком он повествует, прекрасно, настоящим русским языком, который очень приятно читать и очень интересно читать. Вот, наверное, и все. И радуются, когда ребята нас поделивают. Александр, а самый важный гол в карьере, это первый вопрос, и второй, почему выбрали «Динамо», а не «ФСЖ», даже хотя он находился на дне турнирной таблицы? Да, спасибо. Ну, самый важный гол в карьере, это, естественно, первый, и я об этом всегда говорил, буду говорить, потому что благодаря этому голу, наверное, и началось мое становление как профессионального футболиста, потому что, когда ты приходишь в команду и не можешь забить долгое время, а ты играешь нападающим, тебе нужна уверенность, и когда ты забиваешь этот гол, ты уже ощущаешь себя такой полноценным, полноценным игроком состава, потому что от тебя их ждут, и у тебя не получается его забить. И вот первый голос-то такой, это было здорово, и он придал уверенности в собственных силах, самое главное. А насчет того, почему я поехал в «Динамо», а не в «ФСЖ», ну, честно сказать, я уже об этом говорил, если бы в тот момент «ФСЖ» не находилось в зоне вылета, я бы, может быть, пошел куда-то. Здравствуйте, Александр, как правило, «Жеталь Зенита» — это синий и белый, белый, белый. Недоохорбленный. Все, кто приходит нам на смену, в том числе и наши дети, это наше будущее, которое, у которого должно быть все лучше, чем было у нас и что мы сейчас имеем, поэтому я буду только счастлив. А если в Хардак перебит? Я не знаю, вряд ли это произведет. Александр, здрасте. У меня вопрос к вам, как к человеку, который поиграл с такими людьми, как Даня Анатольевна, Камосеевна, Кабьяна. Вот вы когда пришли на первую тренировку в Севилии, кто вас больше впечатлил? Это первый вопрос. Второй, если позволите, короткий. Какой из тех составов гнифов, в которых вы поиграли, там, к Петерджелу, Юрию Андреевичу Морозову, адвокату Хоробского, с Полейской, с какой бы вы назвали лучшим, а с какому бы хотели сыграть с того, может быть? Спасибо, да, за вопрос. Ну, кто меня впечатлил? Меня впечатлили, наверное, скорости вообще. Когда я пришел в Севилию, у ребят уже был в разгаре сезон, а я до этого месяца не тренировался вообще в команде, потому что у нас был отпуск здесь. И впечатлила вообще техника обращения с мячом, скорость мышления. На тот момент это были, ну, такие клубы, наверное, разного уровня, не как сейчас. Сейчас все-таки «Зенит» стал клубом таким, который бы не затерялся и в одном из ведущих европейских чекахов. Но тогда это было, это очень сильно бросалось в глаза. И пришлось потратить достаточно, ну, как я считаю, для футболистов много времени для того, чтобы адаптироваться к этому. Это мне ушло, наверное, где-то месяц-полтора. Но потом все стало нормально. Что касается составов, в которых мне удалось поиграть, и с теми тренерами, с которыми мне удалось поиграть в «Зените», я не могу сейчас кого-то конкретно выделять, потому что все тренеры и все партнеры, с которыми мне довелось здесь играть, они и создавали меня как такового. Потому что футбол – это командная игра. И то, что забивает нападающие, создают партнеры. Я всем за это благодарен. И тем тренерам, которые верили в меня. Юрий Андреевич, это, ну, он тут стоит особняком, давайте так. Я не могу его сравнивать с другими тренерами из «Зените», потому что это человек, который дал мне дорогу в большой футбол. И я об этом и написал в книге в самом начале, что эта книга, в частности, я посвящаю ее ему, потому что, ну, человек, который верил в меня на протяжении столь долгого времени, который увидел во мне футболиста, я ему за это очень сильно благодарен. Александр, я вижу. Вопрос следующий. Ваша легендарная золотая связка с Аршавием, в самом деле. И ситуация такая, смотрите, вы бы согласились сейчас, например, уйти в тот же Казахстан, например, на полгода, но поиграть с ним? Либо же вы бы хотели, чтобы Андрей пришел сюда, обратно в Древнеград, в Петербург, и здесь с ним, ну, например, вне зрения у нас завершить карьеру. Думаю, это вопрос совсем неактуальный. Я думаю, я не один, наверное, здесь в зале, который бы хотел, чтобы Андрей сюда пришел, и мы вместе с ним еще поиграли, и он бы поиграл. Поэтому, ну, я думаю, здесь даже нечего сравнивать. Александр, это не совсем правильно. Я был на МАЧ-ТВ, когда этот канал только открывался, и я не создавался, я думаю, так сказать, я приезжал туда, и мы разговаривали, я дал себе интервью. Сейчас у меня на это нет так много времени, как это было год назад. Ну, а когда я буду уже таким, как Бубнов или Ловчин, тогда можно друг кого-нибудь здесь проиграть. Здравствуйте, Александр. Такой вопрос. Ну, не вполне секрет, что вас поддержат гораздо больше, чем других игроков. Зенит, у вас есть личная персональность, и все. Чувствуете ли, какая там зависть со стороны других игроков? Фанатского виража ко мне. Я все время отвечаю, что у нас взаимная любовь. Поэтому я также люблю ребят, я люблю их за то, что они преданы команде, люблю их за то, что они меня поддерживают в сложной ситуации. Не только меня, они Андрея поддержали, и Николаса Ломбертс, и Анюкова. Поэтому мы их все любим, все знаем их песни, что еще могу сказать, а зависть ребят. Ну, я думаю, что мы тоже, наверное, чем-то заслужили такое отношение к себе. И если ребята заслужат, то, я думаю, фанаты не останутся в долгу. И также отплатят своим теплым, хорошим игрушским отношением к тем, кто отдается полностью себя на победу, на то, чтобы Зенит побеждал. Александр, добрый вечер. Добрый вечер. 15 лет, я же дала, чтобы сказать вам, что моя любовь к футболу началась именно с вас. Спасибо. Я очень волнуюсь. С первой книги, что ли, получается? Да, какой красивый и товар для мальчика. Мы с вами все, в принципе, 1 год. Так вот, я хотела спросить, какими видами спорта вы еще увлекаетесь, как болельщик? Ну, например, там, биатлон или, может быть, хоккей? Я намекаю на то, что сегодня первый матч плей-офф СКА, а вы здесь. Я понимаю, но... Вы успеете, может быть, еще? Нет, я на первый матч точно не успею, но... Я уверен, что СКА сыграет ни один, ни два матча плей-офф в этом году. Поэтому я обязательно туда схожу. И мне даже больше не хотелось, чтобы СКА сыграл финал Кубка Гагарина против Шестового Салавата Юлая. Потому что там тренирует наш товарищ Игорь Захар. Я думаю, что мы все успеем, да, и будем... И будем... Но это уже было, да, поэтому... Повторим, да. А также насчет еще, смотрю ли я и переживаю, я, конечно, переживаю за все спортивные события такого мирового масштаба, которые происходят в любых видах спорта, если там участвуют наши сборные, или ребята, которые представляют, или девушки представляют нашу страну. И, естественно, я смотрю, переживаю так же, как и все болельщики. Спасибо, тогда вы еще увидите. А как Халк понравился? Как кто? Как мужчина? Халк, ну, я думаю, что он завоевал любой болельщик. Он приносил много пользы и Зениту против него. Почему он должен мне не нравиться, если мы с ним вместе побеждать? Я уже понимал, в 11 лет я приехал в Санкт-Петербург для того, чтобы уже заниматься футболом. И я уже отдавал себе отчет, что, ну, мое будущее определено, я буду футболистом. Кем будет моя дочка? Ну, наверное, это банально звучит, или так шаблонно, но мне бы хотелось, чтобы мои дети, они в будущем стали просто порядочными людьми. Если будет хорошо учиться, то она сама уже может выиграть себе профессию. Стремиться все время выигрывать. И рядом с ним находились близкие и любимые люди. С этим было проще справиться. Но, вот, наверное, когда тебя что-то тревожит со стороны, тогда сложно концентрироваться на чем-то. И вот только благодаря близким людям тебе удается с этим справиться. Александр, добрый вечер. Добрый. Я хотела спросить, вот и да, но вы если здесь в Киеве, или на Киеве? Дорогие друзья, готовьте, пожалуйста, снимите их заранее. Держите их открытой на той странице, на которой вы хотите, чтобы Александр поставил вам автограф. Не задерживаемся, не откликаем Александра дополнительными вопросами. Все хотят получить автограф и уважайте, пожалуйста, себя и других. Старались. Александр, начинаем. Аккуратнее. Аккуратнее. Аккуратнее, потому что здесь нужно выходить. Конечно, ариста туда не подходит. Стар, давайте сейчас, конечно, чуть-чуть. Здесь, конечно, пройдет. А теперь, где ты? Все, начинаем? Все, давайте. Уже, пожалуйста, я так много людей. Как вы, 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 вы. Ребят, давайте мы сейчас разрушим. Давайте. Дорогие друзья, пожалуйста, не клинивайтесь в очереди с серединных рядов. Уважайте себя и в любви. В одну организованную очередь. Так, чтобы с ней пройдется. Пожалуйста. Готовьте, пожалуйста, заранее книгу на той странице, на которой вы хотите, чтобы Александр Иванович писался. Давай. Не создаем. Девушки, пожалуйста. Девушки, пожалуйста. Спасибо. Здравствуйте. Кто следующий? Александр. Здравствуйте. Здравствуйте. Дорогие друзья, Александр ставит автограф на книги и на продукцию благотворительного фона. Спасибо большое, большое. Очень спасибо. Я счастлива, блин. Сюда выходим, сюда девушка. Друзья, нет смысла толпиться у сцены, с этой стороны автографироваться не будет.